Взглянув на фасад дома номер 20 в первом осуавиахимовском проезде, сложно представить себе масштаб трагедии. Кажется, что пострадала только крыша, но стоит обойти здание, как перед глазами предстает страшная картина. То, что еще день назад было квартирой, превратилось в пепелище. Особенно сильно пострадало помещение, куда попадаешь, только зайдя с улицы. Кровля местами просто провалилась внутрь. Крыша здания выгорела полностью. Тем удивительнее, что две другие квартиры, расположенные в этом здании, практически не пострадали. Их жильцы говорят, что далеко не сразу поняли, что совсем рядом с ними что-то происходит. Жильцы расположенных рядом домов первыми увидели огонь и вызвали пожарных. Кто-то побежал к соседям, чтобы те как можно быстрее покинули полыхающее здание. О произошедшем они рассказывают с трудом, скрывая лицо от камеры. У меня не было издымлений, совершенно не было. А у вас на шею дома не пошло? Нет, совершенно не было. И у второй квартиры не было. Только они говорят, что-то так зашумел в третьей квартире. Сначала тих-тих-тих, потом как грохнуло. Мы говорим, что-то там дымом пахнет. Они говорят, что-то Сашка, наверное, соседям опять топит. Топит баню. Они думали, баню топит он. И все. А у меня вообще ничего не было. Только в третьей квартире было. То есть у вас вообще никаких последствий? Да нет, было. Вот и дымок пошел чуть-чуть, вон там, по краюшку. Просто дымочек пошел. К сожалению, спастись из полыхающего дома удалось не всем. В сгоревшей квартире обнаружили тела мужчины и женщины. Семейные пары, которые здесь жила. Только по случайности жертв не оказалось больше. Из-за того, что каникулы в этом году начались раньше обычного, их 10-летний сын был у бабушки, что и сохранило ему жизнь. У нас в городе, в частном жилом секторе, застройка очень плотная. Поэтому, конечно, была угроза распространения огня, с которой пожарные успешно справились. И в кратчайшие сроки пожар был ликвидирован. На борьбу с огнем были брошены более 30 человек и 6 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Одной из наиболее вероятных причин возгорания называют неисправную проводку.